МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Реальные угрозы или фейк? Родителям школьников приходит рассылка с информацией о педофиле. 150 тысяч самарцев запаслись местными продуктами впрок. В Самаре подвели итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. Заслонят от выхлопных газов зеленым щитом. В общественной палате обсудили, сколько нужно посадить деревьев в Самарской области. Сообщение о том, что в городе орудует педофил, получили жители Новокуйбышевска. Рассылку с фотографией мужчины на телефоны прислали всем родителям школьников. В информации говорится, что неизвестный караулит детей возле школ на черном джипе. И даже указывается госномер автомобиля. Информацию просят передать всем знакомым. Он в городе сразу. Я не могла даже ничего сказать. Но было очень страшно за детей. Я с ними поговорю в первую очередь, объясню еще раз. Я им постоянно говорю, ни с кем не разговариваем, ни с кем не здороваемся. С чужими никуда ничего не показываем, не водим, не ходим. Мы обратились за разъяснениями в региональный полицейский главк. И там нас уверили, что беспокоиться не о чем. Информация о педофиле – утка. Фотография кочует по интернету не первый год. Номер автомобиля, указанный в рассылке, принадлежит жителю Тверской области. Его владелец – законопослушный человек. Задержан при попытке дать взятку. 23-летний молодой человек, гражданин одной из соседних республик, пытался дать взятку в размере 25 тысяч рублей сотруднице таможенной службы. За то, чтобы та не составляла на него административный протокол по статье «Незаконные операции с везенными транспортными средствами». Подозреваемый задержан в момент передачи денег. Вы денежные средства передавали? С ним? Да, незаконные денежные вознаграждения гражданке передавали сейчас должностному лицу? Нет. Не передавали? Ну, передавали. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании мужчин и меры пресечения. В Казани прошел форум православной общественности, в котором принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич. В своем выступлении он отметил важность взаимодействия православной церкви с молодежью. Рассказал, что в регионах округа растет востребованность православной гимназии и подчеркнул, что эта работа позволяет формировать в молодом поколении любовь к родине и духовные традиции. Также на форуме было отмечено, что в сентябре в Татарстане открылась Болгарская Исламская Академия, которая призвана стать передовым образовательным центром для российских мусульман. Продолжается и восстановление другого центра православной культуры – острова Градыш-Свияжска, который стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Право на авторский гонорар восстановлено. Госдума навела порядок в работе российского авторского общества. Теперь организация обязана обнародовать информацию о финансовых потоках. Одним из инициаторов принятия поправок в Гражданский кодекс стал телеканал «Самаргиз». Слово Олегу Звереву. Композитор, автор ЮНЕ и Авось Алексей Рыбников – один из тех, кто вывел свои произведения из управления российского авторского общества. Организации призвано собирать средства с участников медиарынка, чтобы выплачивать авторский гонорар. Но это по уставу. На деле же финансовые потоки РАО долгое время оставались бесконтрольными. Претензии не раз высказывали известные авторы. Алексей Рыбников – композитор, народный артист России. Из интервью газете «Комсомольская правда». Раньше в РАО я получал гонорар за все мои произведения, которые исполнялись в России, в том числе за ЮНЕ и Авось в Ленкоме. Но потом заключил договор с Ленкомом напрямую. Авторские отчисления от Ленкома были намного больше суммы, которую перечисляла мне РАО, делая сборы по всей России. А в 2017 году генеральный директор РАО Сергей Федотов был осужден по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Тогда возник вопрос, почему, имея государственную аккредитацию, организации практически неподотчетны. Тема была обозначена в Государственной Думе. Одним из инициаторов стал телеканал «Самара ГИС». То есть средства собираются, куда они деваются, куда они тратятся, было непонятно. Вот этот скандал, который произошел с РАО, заставил и нас обратить в Москве, заставил нас обратить внимание на то, а куда же деваются деньги, которые платит телеканал «Самара ГИС». Юридическая служба «Самара ГИС» проанализировала законодательство и судебную практику. Было, конечно, разработано огромное количество различного материала, который бы позволял сопоставить, насколько прозрачно перечисляются вознаграждения, которые мы оплачиваем для того, чтобы все-таки исполнители творили, а мы могли эти пользоваться законно. Документы передали депутату Госдумы Евгению Ревенко, и он инициировал рассмотрение в Комитете по законотворчеству. В итоге приняты поправки в Гражданский кодекс, который обязывает подобные РАО-организации публиковать финансовую отчетность. Инициативы с места принципиально важны, и лично я, как депутат Государственной Думы, постоянно прислушиваюсь к тому, что говорят в регионах. Один из ярких примеров – это ваш случай, когда вы провели инициативу и обратились ко мне по поводу неурегулированности отношений с российским авторским обществом. Ведь самое важное здесь – это прозрачность расходования средств. Теперь каждый автор сможет проверить, какие начисления ему положены по закону. Причем авторские деньги должны храниться до востребования не менее трех лет. Олег Зверев, Григорий Бельшаков, Константин Головин. События. 150 тысяч человек посетили в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Они работали с начала августа до 26 ноября. В этом году главную ярмарку из-за капитального ремонта площади Куйбышева разделили на три части и разместили в разных местах города. И этот опыт оказался успешным. На совещании в мэрии приняли решение расширить список сезонных торговых площадок. Подробнее об этом Олеся Корецкая. 19 ярмарок работало в Самаре в этом году. Три из них новые – на Физкультурной, Уральской и Ленинской. Вместо самой большой – на площади Куйбышева. Торговые площадки посетили 150 тысяч жителей. На ярмарках люди могли купить продукты по ценам ниже средних по городу. Ситуацию каждую неделю контролировали представители Департамента потребительского рынка. Свой товар представили сельхозпроизводители не только из Самарского, но и из соседних регионов – Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Марий-Эл, а также из Казахстана. В целях формирования списков участников ярмарок Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области был предоставлен перечень местных сельхозпроизводителей, выразивших желание участвовать в муниципальных ярмарках. Всего было в этом году 94 заявки. Они, как и в прошлом году, прошли по приоритетному списку. Открыть в следующем году ярмарки в микрорайонах. Они будут там востребованы. Такое поручение дал исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Необходимо также увеличить количество бесплатных мест для пенсионеров. Но 70 мест бесплатно для пенсионеров – это, конечно, куром на смех. Если такая поговорка есть, это не тот вариант, который вы проговорили. Наверное, 70 мест пенсионерам в каждом районе. Может быть, я не могу сейчас сказать, мало ли много, но 70 мест для миллионного города бесплатно для пенсионеров – это вообще ни о чем. Самыми популярными оказались ярмарки на улицах Физкультурной и Ленинской у музея Алабина. Они работали до 26 ноября. В мэрии намерены снова открыть эти сезонные торговые площадки следующим летом. Оля Секорецкая, Максим Гусев, События. Право на свежий воздух. Зеленый щит должен появиться вокруг Самары. Уже будущие весной, утверждают в общественной палате, самарцы увидят больше деревьев и меньше мусора. Ведь по новому закону штраф за складирование отходов в лесопарковых зонах будет достигать 300 тысяч рублей. Подробнее Марианна Мирная. От 24 до 40 квадратных метров зеленых насаждений должно быть по закону на каждого жителя крупного города. Сегодня Самара таким требованиям не соответствует. Общественная палата организовала слушание, чтобы сформировать документы о создании зеленого щита. Во-первых, это даст возможность ограничить складирование мусора. То есть мы будем более в чистой обстановке жить. Во-вторых, это позволит в обязательном порядке ввести компенсирующие лесовосстановительные. То есть сейчас этого не предусмотрено. То есть у нас люди, которые что-то уничтожили, они в обязательном порядке те же породы, в том же количестве деревья должны восстанавливать. Инициатива Общероссийского народного фронта о создании зеленого щита была поддержана Советом Федерации. И речь идет обо всех территориях с промышленными предприятиями, в которых каждый житель имеет право на благоприятную окружающую среду. Право граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса, тире, зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части. Общественные слушания только начались, и в первую очередь они коснутся Самары и Тольятти. Дальше документы передадут в региональное законодательное собрание, после чего начнется работа по созданию зеленого щита на практике. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Печальная новость. Ушел из жизни инженер, ученый и писатель Александр Малиновский. Ему было 73 года. Доктор технических наук, профессор, он получил государственную премию за изобретение для нефтехимической промышленности и окружающей среды. И при этом написал более 20 книг, повестей, романов и поэтических сборников, в том числе о первооткрывателях нефтяных месторождений в Поволжье и Западной Сибири. Прощение с Александром Малиновским пройдет завтра с 10 до 11.30 в 7-м корпусе Самарского технического университета. А теперь коротко о других темах дня. ДТП с участием двух легковушек произошло на улице Льва Толстого в Ленинском районе Самары. По предварительной версии водитель Рено, двигая со стороны братьев Коростелевых в направлении улицы Фрунзе, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2113 и столкнулся с ним. В результате пострадали водители на марке и пассажиры отечественного авто, женщина и дети 7, 9 и 10 лет. Все они были доставлены в больницу. Сейчас жизни ничего не угрожает. Помощь медиков понадобилась жителям одной из квартир на улице Мариса Тореза. Семья из пяти человек отравилась угарным газом. Две женщины с 29 и 70 лет, 33-летний мужчина, пятилетняя девочка и младенец с 7 дней от роду. Взрослые были госпитализированы в больницу Середавина, а дети в первую детскую клиническую. Сейчас их жизни вне опасности. Грабил пенсионеров под видом продавца меда. Безработный 31-летний житель Кенеля подозревается в серии квартирных краш на территории Самары и Тольятти. Мужчина действовал по отработанной схеме. Он подходил на улице к пожилому человеку и говорил, что должен его внуку 3000 рублей. Но при себе у него пятитысячная купюра. Затем заходил в квартиру, замечал, откуда пенсионер достает деньги, предлагал купить мед. И пока хозяин квартиры ходил за банками, забирал деньги. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под арестом. Аварийное здание на улице Карла Маркса 10А снесут. Постановление об этом было подписано временно исполняющим полномочия главы администрации Владимиром Василенко. Речь идет о трехэтажном здании, в котором ранее располагался автосервис. Сейчас оно находится в заброшенном состоянии. В Самаре похолодает. Во вторник, как и сегодня, температура не поднимется выше нуля. Начиная со среды, будет снижаться. К субботе столбик термометра опустится до минус 2 градусов. В течение всей предстоящей недели синоптики прогнозируют переменную облачности и отсутствие осадков. Так что зиму самарцы встретят без снега. Самара стала одним из центров проведения Дней культуры Армении. Масштабная акция проходит во многих городах страны. Она организована в рамках программы сотрудничества между двумя странами в сфере культуры на 2016-2018 годы. И приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. В программе запланированы концерты, выставки, мастер-классы и семинары. Культура Армении – это действительно такая особая драгоценная часть всемирного наследия. И сегодня мы пытаемся выстроить диалог с этим уникальным кладезем мудрости. И показать, как могут через культурные практики осуществляться связи времен, связи поколений. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Бесплатно и безопасно в Самарской области открыли первый центр ядерной медицины. От скрытых вен до коммунальных проблем в городской думе подвели итоги поэтического конкурса среди школьников. Ливерпульский стиль. В заключительном матче календарного года крылья советов упустили победу. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин